смотри вот мой подкаст он так сложно называется называется культурный першин и дальше додумывает гость например там патриотичный шаман или русский шаман до культурный першин ну это я першин моя фамилия культурный формат или образ жизни вот да конечно будем не будем ходить далеко и шаман ну что да конечно хорошо будет более более коротко как говорится и ясно вот а что касается поговорить с хорошими людьми хорошие люди как известно друг другу притягиваются вот собственно мы притянулись отлично друзья всех рад приветствовать на площадке таврида в крыму с большой историей этот полуостров это конечно же такая важная часть россии здесь мы вместе с ярославом представляем вам подкаст культурный першин и шаман вот всем привет еще раз знаешь ярослав я очень много раз уже бывал на твоих концертах в разных местах да вот здесь тебя на площадке видел как минимум дважды ты русский что это для тебя то есть как ты это ощущаешь да может быть как-то это можно раскрыть пошире ну все очень просто нужно для меня это быть находиться на своем месте делать свое дело с полной отдачи идти до конца как в песне но кстати я могу тебе сказать что песня конечно заходит и вот мне интересно за этим наблюдать молодые люди достаточно такие модные на мой взгляд да ну по крайней мере визуальный образ такой у них вот я вчера даже смотрел на площадку танцевальную такую перед сценой они с удовольствием с гордостью с энергией обнявшись записывают себя под этот трек на на видео видимо потом куда-то это отправляют транслируют ты понимаешь как это влияет вообще-то осознаешь что но по сути ты влияешь и в каком-то смысле это наверное не знаю реализация какой-то воспитательной технологии что ли вообще начнем с того что обращаешься шаман ярослав это вот ярослав является таким дронов является продюсером шаман то есть шаман это вот образ да который я собственно сам создал уже тот персонаж который там был вчера на сцене в косухе с триколором он конечно же ну немножко не похож на того который сейчас вот перед тобой сидит разговаривали там о всем темненьком такой как бы особо незаметные незрачные вот еще если там кепочку очки то на улице увидишь точно мелочи не дашь мимо пройдешь так что вот это мне устраивает такая концепция когда ты можешь находиться в тени и смотреть как бы на своего персонажа со стороны поэтому сейчас я как раз общаюсь в роли ярослава человека который создал вот такого героя да не побоюсь этого слова супер героя и воплотил в нем все свои самые такие заветные мечты причем мечты детские потому что все мальчишки мечтают там быть ну похожим да у всех таких героев да допустим юрий гагарин это же ну как такой это же супер герой да кстати есть на площадке его изображение я даже не сомневаюсь и здесь у меня всегда было такое желание сделать своего собственного героя и находиться при этом смотреть на него со страны создавать песни для него придумывать образы и также одна из мечт у меня была зная насколько сейчас быстротечно время и она просто вот ну тает на глазах то есть динамик динамик я согласен полностью песни которые сейчас коль уж я музыкант и мы разговариваем о творчестве о песнях о музыке и песни которые последние там не знаю 10 там лет 15 пишутся и выпускаются и которые взрывают как правило тип песни там 10 лет назад там но песня могла не знаю полгода быть а потом постепенно на спад несколько лет назад вот последние годы то есть песня очень мимолетно просто мимолетный месяц два три все это вот эта песня все и она уж уходит песня дня можно так сказать бывает и тогда то есть бывает особенно там в разные там какие-то делают какие-то видео короткие снимают под под отрывки песня становится известной знаменитой вот и потом также просто исчезает как из ниоткуда и уходит в никуда и у меня поэтому связи с этим всегда было такое желание написать песню которая хотя бы ну протянет год и я честно говоря практически ну отчаялся в своих попытках такой в этой в этой мечте думал что она никогда не сбудется ну потому что после я понимал что время такое что она все вот летит 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 и каково же было мое удивление когда я выпустил 22 июля песню я русский прошлом году что сейчас эта песня не только не тоже ровную такую траекторию там на спад она ее только-только начали распробовать да абсолютно верно и подтверждение этому недавно был в парке горького в москве выпускной где там 40 тысяч выпускников которые это был настоящий рок-концерт они перри просто пацаны залезли друг на друга на плечи там сняли футболки там раскручивали и я понимаю что там это просто такая энергетика реальная это прям огромное количество людей которые подпевали и вчера как раз таки когда я исполнял это в риде я заметил абсолютно такую же картину там тоже были ребята которые залезли друг другу на плечи и просто горланили и песня на самом деле сейчас вот только только набирает свои обороты для меня это как для автора вообще двойное чудо и двойное счастье потому что я же все это и продакшн делаю и музыку слова это как бы мои эти как эти песни это мои дети я вообще согласен с тобой полностью потому что наблюдаю что она еще и попала во время понимаешь вот она попала какой-то верный контекст и вот то что она раскрывается и все больше ты начинаешь осознавать глубину этих слов наверное связано еще и с тем что мы просто начинаем понимать что мы русские мы перестаем этого стесняться мы перестаем отменять это мы раньше это как-то отменяли не хотели об этом говорить как-то стеснялись как бы замалчивали я могу я не знаю я могу открыть не знаю той тайна то ли как это можно как угодно да сказать что когда я создавал эту песню и когда я ее выпустил для меня это настолько было естественно потому что ну я так я таким родился и да да что честно говоря когда потом в комментариях под этой песне я читал или то потом мне люди договорили а вот лет десять назад за эту песню то там можно было там огрести то пополнил а почему то есть а искренне не знал о том что раньше что мы находились в контексте да потому что я всегда в музыке занимался и за повесткой дня ну как бы скажем положа руку на сердце не особо не особо следил да и поэтому когда я выпустил эту песню у меня не было такой ой сейчас я выпущу и буду задумываться а вдруг там что-нибудь это то есть я это сделал так же легко как мне сейчас взять и выпить стакан воды сейчас я могу сказать что ну возвращаясь возвращаясь к теме эффекта да вот эффект есть и вот у меня следующий вопрос просто на языке понимаешь почему почему шаман и и как будто бы уже есть ответ понимаешь потому что происходит что-то что влияет на людей но все-таки это значит я читал всякое ты сейчас тоже приводил в пример или вспоминал разные комментарии читал что якобы ванга наколдовала и предсказала что в россии появится белый шаман но вот но в сети это пишут как бы не сочтите меня за сумасшедшего как бы я я реально читал это пишут живые люди я проверял заходил на их аккаунты они существуют как ты к этому относишься и вообще как появился этот псевдоним псевдоним или сценический образ или ну конечно не псевдоним ты ответил на вопрос это больше это шире ну супергерой возник понимаю я раньше действительно ну я развернуто отвечу сейчас но вообще сейчас на когда говорю когда на вопрос почему шаман я нашел ответ я так отвечаю приходите на мои концерты увидите увидите почему да но вообще изначально мне всегда хотелось взять псевдоним для того чтобы разделить жизнь личную от публичной и действительно для этого невозможно просто выступать ну так быть я сам дрона вам и на сцене и в жизни ты что-то за собой всегда будешь тащить вот что касается конкретно то псевдонима года наверное три назад я прям его примерно взял и думал а каким он может быть я не стал далеко ходить я просто в комментариях под с моим творчеством люди писали какие-то некие подобные прилагательные которые меня натолкнули там допустим у него магический голос голос вводит в состояние гипноза ну сначала же как бы меня таких вот хороших таких своих песен не было я делал перепевки соответственно люди слушали обращали внимание первое заперва на голос поэтому они говорили что вот голос очень в такое состояние вводит исцеляет магический какой-то очень чарующий волшебный вот эти вот все прилагательные натолкнули меня на этот псевдоним а потом просто он дальше со мной стало он служит развиваться да и развиваться абсолютно верно и так вот как-то но ну вот вот получилось таким вот естественным путем поэтому люди его так как это в общем-то взято был из комментариев из народа то люди его естественно и приняли потому что ну как бы они сами практически мне его придумали знаешь меня очень часто спрашивают про успехах там или не успех участников наших проектов я никогда развернуто не отвечаю на этот вопрос вообще мне не очень импонирует потому что успех он у каждого свой и вообще для того чтобы быть успешным но мы адекватные люди мы понимаем что невозможно куда-то приехать и получить успех или там да найти какой-то там рецепт который поможет тебе до форму которая поможет тебе вдруг стать на востребованным это путь это очень сложная работа и так далее но вот ты был участником нашего проекта на старой еще площадке а вот сейчас когда попадаешь сюда и ну вот видишь вот это все эту бухту мы здесь строим город молодых творцов ты бы мог бы например приехать участником или может быть ты хотел бы мастером или наставником приехать в нашу академию не знаю поработать если хотел бы то с какой программой с какой целью вообще задумываешь над наставничеством безусловно безусловно это так возьму на себя смелости сказать что у меня это получится и единственное что пока что не получается что мешает этому это время концертный график потому что действительно концерты расписаны на год вперед и мероприятие и фестивали и люди хотят слышать для меня это является самым основным показателем как раз таки успеха потому что каком-то смысле ты наставническую функцию выполняешь свою мы об этом говорили да молодые люди вдохновляясь впечатляясь начинают друг разбираться может быть не знаю через творчество через творчество во всяком случае вот кстати говоря сегодня у нас 19 августа да 19 августа через пару дней как раз таки в день российского флага будет годовщина годовщина моя лично я исполняю гимн ровно год впервые его исполнил в ялте 22 августа на дне российского флага год назад и вот через получается три дня вот будет такая годовщина к чему я это все говорю когда я сделал свой вариант гимна россии очень круто я вчера извините перебью я вчера смотрел я думал вот ярослав сделай все чтобы запустить эту историю вообще на российской сцене пусть все российские исполнители в конце своих концертов вот в это время именно сейчас да когда необходимо солидарность когда необходимо поддержка до исполняют и что мне нравится вот в этом в этом твоем решении это то что ты выводишь это на какой-то новый уровень до иллюзия русские россияне не знаю живущие в нашей стране начинают этим как-то гордиться они видят что это очень важно по-настоящему ценно не просто текст на стене в конечно и именно вот как раз к вопросу наставничество что я действительно делаю через музыку я почему привел пример гимна после того как я год назад в ялте вспомнил я выложил это youtube и он просто за часа четыре наверное взлетел не просто в музыкальные тренды на первое место в общие тренды гимн россии 22 августа да я выложила 23 августа год назад и это прям потом за какие-то считанные часы просто на в общих тренды на первое место и для меня это просто реально показатель и потом после этого в школах просто я получаю письма ставит именно мой вариант гимна и дети слушать почему потому что он обычно официальное исполнение гимна это всегда хор то есть а я его преподнес как такой рок гимн с таким и и и разделяю и очень и я его спел от себя ну как лично то есть один человек это личный гимн да да и здесь это просто ну как многие писали что сделал хитом хотя это и так в общем то хит но это вот своего рода я через музыку такую вот ну как это сказать наставничество да это можно и так сказать наверное хотя признаюсь честно я но не очень люблю вот давать советы я не очень сам люблю как бы когда мне дают совету просто и не очень люблю когда меня получают я люблю учиться но когда мне они получают это кстати очень характерно могу сказать, для новых поколений. Они не очень любят вот этот назидательный такой тон. Абсолютно. Поэтому, что касается вообще молодого поколения, когда меня спрашивают какой-то совет или там наставление, я отвечаю, что я не очень люблю давать советы. И мне кажется, что молодое поколение надо просто выслушать и делать это как можно часть. Потому что вообще нас мало кто слушает. И я сейчас даже не только про молодое поколение, а в принципе. По сути дела каждый из нас в своей голове, в своем теле, в своих мыслях он одинокий. Он появляется на этот свет и уходит в вечность. Нужно, чтобы нас слушали самые близкие люди. И как раз Таврида помогает сделать так, чтобы молодое поколение было услышано. Да. Ну вот, кстати, про помощь вообще про поиск себя. Ты знаешь, ну, я, естественно, там не в рамках даже подготовки к нашему разговору, я просто знаю немножко про твой путь. Он непростой, он сложный. Ты постоянно искал что-то там, пытался пробиться, да, пытался зайти, пробовал себя там в различных, не знаю, конкурсах, в том числе там на телеке, да. И это очень серьезный, большой путь. Вот скажи, пожалуйста, так и должно быть всегда, да, с человеком, который приходит на большую сцену? Или все-таки, может быть, бывают какие-то другие уникальные истории, не знаю, записал биток какой-то на диванчике, там, типа, запостил его на платформу цифровую вдруг? Такое тоже может быть, но просто это так же быстро и уйдет, как и пришло. Вот, да. Это здесь как бы такой момент. Но вообще, мне кажется, что у всех по-разному бывает. Бывает так, что человек действительно и талантливый, и он очень быстро пробивается. Поэтому здесь вот как раз опять же нужно сделать реверанс в сторону Таврида, который помогает, как говорится, сделать мечту реальностью. Поэтому у меня это получилось, на меня ушло на это осознанных 15 лет. То есть я вообще на сцене уже больше лет 27, ну, больше четверти века имеется в виду, что пою. А вот зарабатывая уже на, что называется, осознанно встал на этот путь, лет, наверное, там, 16 назад. Вот как-то так. Меня на самом деле подбешивает, не знаю, как ты к этому относишься. Я порой вот в желтой прессе что-то вижу о тебе. Как будто у тебя не было этого пути, знаешь, как будто ты раз такой свалился, как бы там, вчера ты появился, как бы, и тут уже на сцене ты поешь встанем. Да, да, да. Ну, извините, друзья, ну, а как же, да, сразу какой-то зал, там, что-то люди записывают на видео. Да, да. Тебе это не раздражает вообще? Как к этому относиться? Ну, как это? К этому просто нужно дальше идти работать и не обращать на это внимания. Как бы это совет достаточно банальный, но когда у тебя действительно каждая минута расписана и общаешься с интереснейшим собеседником, какие могут быть мысли о том, у тебя просто на это времени нет мысли, на негатив. Ты просто настроен всегда на позитив. Вот и все. Что касается мыслей, смотри, вот ты пишешь песни, ну, они такие очень глубокие, действительно. Я думаю, что каждый из нас периодически думает, там, не знаю, про любовь, знаешь, там, про какую-то страсть, которая обуревает, ну, наверное, про какие-то жизненные проблемы. Твое творчество широко посвящено, ну, темам фундаментальным таким, да? Что ты чувствуешь, когда ты это пишешь? Это как вообще приходит к тебе? Ну, я объясню так. Вообще все мои песни, они о любви. И в моей программе, на самом деле, просто вчера было... Я когда говорил про любовь, я говорил про, знаешь, там, девочка, мальчик, может быть, более узкий. Я понимаю, есть и такие песни, то есть в моей программе есть и очень, скажем так, шуточные песни, потому что у меня вообще концерт, он длится в среднем где-то около двух часов. И, да, и, то есть, песни в этом концерте у меня идут распределены по блокам, то есть, это начинается такое сначала несколько песен, такое жаривание в таком стиле хорошего такого и рока старого-доброго из 80-х. Я вчера почувствовал. Да, и это прям... Перемещение по сцене, сценография, очень круто. И потом дальше мы постепенно переходим через это в лирический блок, вытекаем, потом танцевальный блок, и в конце, потом после этого опять у нас завершающий патриотический блок. Там, встанем, я русский гимн, и уже потом песня на бис. Поэтому, если посмотреть именно вот всю траекторию концерта, он наполнен абсолютно всеми жанрами, которые только возможны. Это еще дополнительная такая история, потому что ты за время концерта, во время, пока идет концерт, ты показываешь себя как артиста разнопланового. Причем все эти песни, они как бы тобой уже написаны, но они просто разные по стилистике. Поэтому у меня есть песни абсолютно разного характера, разного содержания. Слушай, но... Да, у тебя много разных песен, но твои песни, помимо всего прочего, на мой взгляд, формируют суверенный российский контекст. Вот я об этом очень много говорю в рамках различных встреч. Я бываю не только на этой площадке, меня приглашают на различные мероприятия. И мне кажется, что в какой-то момент мы вот проснулись и осознали, что игра, в которой мы находимся, это чужая игра, да, и нам, конечно, нужно заниматься формированием нашего суверенного культурного контекста. Вообще, способны мы спродуцировать такой контекст, да, богатая история, безусловно, но вот эти вот, да, десятилетия, когда мы в каком-то, знаешь, в плену какого-то тумана находились, сбросить эту пелену, мы способны? Я даже не хочу ничего по этому поводу говорить, для того, чтобы не кидать никакой тени там сомнения, это даже не обсуждается, только вперед, из песни. Я вот просто слушаю некоторых до сих пор, знаешь, вот на каких-то там... Все будет хорошо. Типа тачки, неоны, думаю, что происходит? Люди в каком-то другом мире, что ли, живут, а не... Но людей тоже можно понять, потому что у всех разные судьбы, и стараешься... Я стараюсь говорить через музыку с людьми, а музыка это голос бога, а голос бога, он, в общем-то, понятен не только, я же говорю там по-русски, не только, да, кто понимает по-русски, он понятен вообще всем. Вот, кстати говоря, подтверждение этому недавно, если видел видео с Северной Кореи, спели... Мы песню «Встанем», замечательные девушки, там все разложили очень красиво. Вот казалось бы, если творчество, оно действительно идет, оно пробьет все преграды и все границы. Вот что я имею в виду под этим контекстом? Мне хочется, чтобы мы производили больше такого творческого... Я знаю, что не очень любят творцы, когда говорят «продукт». Нет, я понимаю, я спокойно к этому отношусь. Чтобы мы производили в целом, да, не только в музыке, в кино, там, не знаю, в музыкальной индустрии, в изобразительном искусстве, такой продукт, чтобы на него хотелось быть похожим, чтобы его хотелось потреблять, понимаешь? Никакие программы не заставят русский язык проникать везде. Шаман, шаман, его песни будут петь там в Белоруссии, его песни будут петь в Казахстане, и вот она, как бы, ну, условно, не знаю, мягкая сила, да, если хотите. Тут, кстати говоря, правильно заметил, вот буквально недавно, пару дней назад прислали кавер моей песни, как раз в Белоруссии парень пел на каком-то то ли конкурсе, то ли концерте. И это я получаю просто ежедневно огромное количество. Ну и что я могу сказать? Я считаю, значит, что я делаю все правильно, и это, ну, нахожусь на своем месте. И самое главное, что мне очень хочется и всегда хотелось, это быть нужным. И быть нужным стране, своей стране и своим людям. Вот и все. Знаешь, по поводу нужности, наблюдая за твоими гастролями, вижу, что ты очень часто бываешь в том числе и в отвращенных регионах. Я недавно познакомился с пареньком одним, Дима его зовут, он, он рэп-исполнитель. Он из Донецка. Ну, классный парень, кстати, такой перспективный, и, в общем-то, у него там нормальное количество просмотров набирают его видосики, его музыка востребована. А что ты чувствуешь, когда ты туда попадаешь? Вот ты видишь это, ощущаешь? Мне вообще кажется, что это, знаешь, часть программы обязательной для всех творцов в нашей стране. Надо побывать там, просто посмотреть на это. Ну, тур по Новороссии начался в самом начале 2023 года, и он продолжается, он не заканчивается. Я и коллектив уже побывали в таких городах, как Мариуполь, Луганск, Краснодон, Геническ, Снежное. Вот. И мы делаем там концерты, приезжаем туда не просто, скажем так, под минусовку или там с одной гитарой, мы делаем настоящее полноценное шоу. Да. Со светом, звуком, чтобы люди... Чтобы этот концерт ничем не отличался от других. Это была моя личная установка. Конечно же, безусловно, это накладывает определенные сложности отпечаток, ну, потому что логистика сложно доставить большое количество света, звука. Но мы это делаем, мы будем продолжать делать, потому что люди получают огромное количество впечатлений, яркие, ярчайшие эмоции, когда они не ожидают такого, видите, придавливают к креслу. И для них эти эмоции, с которыми они лягут спать, проснутся, будут жить... Это их поддерживает. Да, конечно, безусловно. Поэтому вот весь ответ. Надо радовать людей. Знаешь, Ярослав, ты вот рассказал про концерты, но обычно люди с широким сердцем немного, может быть, ну, как бы, так смущаются в правильном смысле, да, и не касаются темы, может быть, какого-то социального служения, да, но наверняка ты в госпиталях выступаешь, видишь глаза ребят, поделись какими-то эмоциями, впечатлениями. Абсолютно верно. Более того, я, когда в госпитале находился в одном из... Я поинтересовался у ребят, а вообще, вот, нужно ли, вот, я нужен ли вам? Вообще, музыка нужна ли здесь? Потому что все-таки, ну, это лечение, это, ну... Переживание. Переживание, абсолютно верно, да. Нужна ли в этот момент музыка? Потому что я напрямую просто спросил у людей, которые там находятся на извлечении. И ответ был такой, что когда ты находишься здесь, и ранения бывают абсолютно разные, бывают и тяжелые, бывают и... Ну, мысли, пока ты находишься в больнице, у людей очень-таки тяжелые и абсолютно разные. И для того, чтобы как-то от этих мыслей отвлечься на момент, когда ты приезжаешь и поешь на них, это помогает отвлечься, конечно, потому что за этот, сколько там, ну, час, там, полтора, пока ты там находишься, люди слушают, подпевают, они отвлекаются от момента. И то есть ты вот... А может быть, и настраиваются, знаешь, на лучшее, как бы, какую-то веру обретают. Конечно. Потому что очень тяжело. Кстати, вот в Геническе, недалеко из города Геническа, есть воинская часть, и мы туда заезжали тоже попеть ребят, и они сделали подарок мне, который никто, наверное, мне никогда такого не сделает и не делал. Они в мою честь дали залп в небо из автоматов и пулемета после того, как я там для них попел. Да, это видео уже облетело просто огромное количество порталов разных СМИ и так далее. Вот. И это прям мощно было. В завершении хотелось бы задать тебе такой вопрос. Ты очень часто на своих выступлениях используешь флаг. Вообще флаг является важным элементом, атрибутом вот этого образа, да, о котором мы говорим, шамана. Знаешь, вот я иногда еду по стране и вижу там какие-то цистерны покрашенные в триколор, какие-то трубы непонятные, не знаю, остановки. И меня мучает вот этот вот вопрос, почему мы так неуважительно относимся к своим символам, да? То, что нужно носить на руке, там, не знаю, где-то на груди в районе сердца, размещаем на непонятных ржавых конструкциях. Тебя это никогда тема не заботила? Не думал об этом? Честно говоря, я не думал как раз об этом, но у меня будет время на своих подумать, потому что обычно, когда едешь там на машине, куда-то там на гастроли перемещаешься, мы-то у нас переезды, как правило, по таким дорогам, там поля, там нет таких... Нет ничего. Где-то практически, да, ничего, поэтому сложно было обратить. Но я попытаюсь, я обращу внимание. Нет, я просто к тому, что правильно, что ты придаешь этому, наполняешь этот символ, как бы, и мне кажется, что вот так это и должно... Ну, если этого никто не делает, пусть это буду я. Да, вот так это и должно использоваться, как бы, точно не надо какие-то цистерны, там, не знаю, для воды в случае тушения пожара красить в триколор. Я, кстати, хотел бы тебе подарить подарок, потому что мы сделали такой проект с нашими дизайнерами, мы сделали классный флаг, вот, да, сейчас я его открою, оп, вот. Здорово. Да, мы сделали классный флаг, вот он. Ну, постарались сделать качественно, там, собственно говоря, нужно достать... Да, а мы не будем показывать, какого, чтобы, да, я чуть позже... Да, 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 здесь гимн, там флаг, это можно поставить, это можно подарить кому-нибудь, вот, и мы тоже это сделали, прикинь, мы отправили это во все учреждения культуры нашей страны, такие ключевые основные институции зимой с таким пожеланием. Давайте по-честному проведем этот год под флагом России. И мне кажется, что, ну, в этом тоже есть важный смысл для нашей команды, так уж точно, хочу поблагодарить тебя за наш разговор, спасибо большое, приезжай к нам еще. Это было очень приятно, спасибо за подарок, спасибо, он будет рядом. Спасибо большое. Друзья, это был подкаст «Культурный першин» и «Шаман», образ, над которым работает Ярослав Дронов. Всегда рады видеть на нашей площадке, приезжайте на Таврида. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!